Сохранение и возрождение национальной идентичности немыслимо без сохранения веры. После того, как Мартин Лютер перевел Святое Писание на немецкий язык, весь мир начал воспринимать лютеранскую веру как истинно немецкую. Поэтому неудивительно, что большое количество немцев не только в Германии, но и во всем мире исповедует лютеранство. Пресвитер Карл Греффенштайн рассказал нам о вере, о месте духовности в современном мире и об истории своей семьи. Если совсем далеко брать мои предки, с района Швейцарии, в районе Бодензея, Цюрих-Ундавальд – это место, которое было наших родителей, наших прадедов. Они одни из первых по приглашению Катерины приехали на эту землю уже в 1760-х годах. Поселились вблизи Саратова. Конечно, село назвали Цюрих, Саратовская область, Ундавальдовский район. Сегодня это село Зоркино. У моей бабушки висела картина церкви этого села. Это знаменитая церковь, оказывается. Я недавно увидел репортаж об этой церкви. Мой дядя нарисовал эту церковь специально для моей бабушки. Но по переезду мы не знаем, куда она делась. Я бы ее очень хотел опять найти и привезти в Зоркино и подарить в музей. Когда началось, конечно, раскулачивание, то мои бабушка и дедушка тоже попали в состав кулаков, потому что у них было небольшое хозяйство, но все-таки попало, были раскулачены. Но никто из них не пострадал. Не посадили в тюрьму, просто только раскулачивали. И потом уже в 1941 году, конечно, вместе со всеми были отправлены в Цельноградскую область, Макинский район, там поселились наши родители. А дедушки оба с обоих сторон были забраны в трудармию, как и все тогда отцы, и все достигшие 16-летнего возраста были забраны в армию. Оба дедушки пришли больные назад, когда вернулись. И вскоре в 58-59 годах они уже и отошли в вечность. У каждого человека свой путь к Богу. Карл Гриффинштайн поведал о своем пути, а также о том, что повлияло на его решение стать священнослужителем. Самое ценное, что есть в жизни человека, или что было ценнее, когда наших родителей и бабушек выселяли из поволжских поселений, они взяли с собой что? Библию и волжские песни, которые они пели. Это было самое большое закроющее, и если были какие-то книги с проповедями, они брали их с собой. Переехав на новое место, они сохраняли веру. Они сохраняли, конечно, молитвенные собрания, собирались под угрозы, закрывали окна, пели очень тихо, потому что было наказуемо. Но, тем не менее, они несли этот факел веры через эти годы. Потом наши родители тоже, как говорится, стали активными в церкви. И папа уже после 40 лет только пришел чисто в церковь и стал проповедником. Мама была всегда, она еще у пастора Бахман в 1958 году конформировалась в Целенограде. Тогда был единственный пастор, который это мог проводить, который открыл первую церковь, разрешили. И она там прошла конформацию. И с того времени она вот так и оставалась в церкви, в маленькой группе в этом селе посещала. Ну и, конечно, нас воспитывала. Я помню еще мое крещение. Уже мне было тогда около шести лет. Мы были у бабушки в доме. И вот приехал с Макинска рукоположенный пресвитер, служитель церкви, который нам тогда преподал крещение уже в шестилетнем возрасте. Позже для меня лично самого, конечно, вера привитая в Иисуса, может быть, еще немного обозначала, но меня тянуло в церковь. Я шел в церковь охотно. И мне нравилось там. Когда я вернулся с армии, это было мне уже 20 лет, и я тогда уже сознательно через покаяние, признание моей виной перед Богом полностью решил отдать свою жизнь на служение Господу. И недолго прошло это время. Мне было тогда 25 лет. И церковь попросила, потому что у нас было много молодежи. У нас было около 70 человек только молодежи. А пресвитера, которые были уже пенсионного возраста, и тогда пастор Плец, это был тоже один из преемников Бахмана. Здесь в Алмате был Цильке, и в Саратовской области был Шахт Эрих. Наш пастор, который был в Крупском, он был ответственный по нашему району. И он сказал, вы не приезжайте ко мне со стариками. Вот есть молодые люди у вас, обучайте их и приведите. И церковь тогда выбрала меня и еще одного молодого человека. Он еще был год младше меня. Нас подготавливали к тому, чтобы мы были рукоположены на это служение. Ну, пришел 87-й год, и наш пастор Оскар Плец уехал в Германию, один из первых. И уже потом вопрос о рукоположении, некому было рукополагать. Мой брат тогда поехал в Ригу учиться на пастора, он и выучился. Я тогда не хотел. Не хотел учиться. Ну, сказал, кто хочет, если брат мой хочет учиться, учится. Он впоследствии был суперинтендентом украинской лютеранской церкви. Тогда не было еще епископата, был только суперинтендентом, он был по всей украинской церкви. Ну, я нес служение вместе с пресс-фитером, как помощник пресс-фитера, пока не переехал в Германию. И уже там, где в 2001 году я был рукоположен на священнослужителя, и мог проводить тогда уже все священные действия, которые относятся к церкви. Значит, это крещение, это венчание, это конформация, это похороны. С момента моего призвания, когда церковь призвала, я сегодня молодым говорю, если меня церковь призвала, я видел, что меня призвал Господь на это служение. И поэтому я тогда, зная, что Господь зовет меня на это служение, охотно согласился совершать это служение. И до сегодняшнего дня, слава Богу, я совершаю это служение. Служение широкое, которое я несу, это, значит, и служение миссии Зилуа. Это миссия, которая объединяет 50 церквей там в Германии. У нас очень большой брат, там более 400 церквей. Но 50 входят или поддерживают нашу миссию Зилуа. Мы проводим миссионерское служение как раз в лютеранских церквах Украины, России и Казахстана. Это наше, так говорится, поле действия. Мое желание было еще всегда здесь поддержать церковь. И я там всем говорю. Если вы думаете, что здесь нужны наши деньги, то я вам говорю, нет, там нужны мы. Как живое свидетельство того, что мы едины, и что мы их любим, и помним о них, и заботимся. Это причина, почему я один раз в год минимум или в Казахстане, или в Украине, или в Сибири. К сожалению, сегодня многие из нас забывают о вере. Зачастую это происходит с молодыми людьми. И как оказалось, не только у нас, но и в Германии. У нас в Кёльне за месяц больше тысячи человек выходят из состава церкви. Церковь составляет свои позиции библейские, да, и больше становится светской. Если священники говорят, что Библия для нас больше не фундамент нашего учения, мы не можем ее сегодня так принимать, как она есть. И даже до того доходит, что кто будет так проповедовать, что Библия вот так говорит, и так это нужно, значит, может быть даже снят с пастерского служения. Задача как раз нашей миссии, задача братского движения, как раз передать людям истину ту, которая несет в себе Слово Божие, сохранить это и это донести до нашей молодежи, которая также находится в этом кругу. И мы видим задачу там, внутренней миссии, как раз вести ту работу, чтобы донести до молодежи, до молодых людей, что Библия все-таки Слово Божие и является фундаментом христианской жизни. Возвратимся к нашему герою. Мы узнали у Карла, что стало целью его приезда в Казахстан. Это бракосочетание, хотя было запланировано, это запоздавшая, как говорится, поездка, она была запланирована на август, там должны были проходить как раз миссионерские служения с Юрием Тимофеевичем Новгородовым и в Караганде планировалось. Здесь планировалось провести семинар по братскому, значит, по истории братских движений и так далее. Но не получилось. Коронавирус нам, конечно, все, как говорится, перечеркнул. И поэтому эта запоздала миссия, она очень сокращенная. В нее состоял, значит, бракосочетание и посещение церквей здесь, лютеранского вероисповедания, Талдыкурган, село Крупское, город Текили, здесь и в Иссыке, где вот можно было посетить. Мы провели богослужение и молодежное служение проводили, потому что молодежь тоже пригласила, говорит, можно, пожалуйста, расскажите нам о вашей молодости, вот как вы сейчас спросили, о том, как вы, как молодежь ваша была, как это было становление. И для нас очень важно, что сегодня еще здесь есть молодые люди, которые ищут, которые приходят в церковь и которые остаются в церкви. Карл Грефенштайн проводил венчание молодой немецкой пары. Специально для этого он прибыл из Германии в Казахстан вместе с женихом. Почему я сегодня здесь и согласился на эту миссию? Ну, если пастух должен заботиться не только об овцах, но и об ягнятах, да? И вот очень хотелось помочь этим молодым людям прийти к тому итогу, к которому мы стремились, значит, действительно вступить в брак. И вместе с ним сопереживал все это время, и вместе с здешними сопереживали, сопереживали и молились об этом, просили Господа. И Бог дал свое благословение, и мы сегодня здесь. Что же предшествует такому важному в жизни религиозного человека событию, как венчание? Во-первых, самое важное то, что прежде чем мы готовимся к браку, мы просим, чтобы молодые имели согласие родителей с обоих сторон. Это для нас очень важно, потому что если будет несогласие с какой-то одной из сторон, значит, в семье будут проблемы, и это не очень хорошо. Второй фактор — это оба должны принадлежать христианской вере и быть членами церкви. В последующие шаги мы проводим обмолвку, объявляем их в церкви, что вот этими людьми, они теперь обмолвлены и, значит, готовятся к свадьбе, чтобы за них молились. За это время, пока они готовятся к свадьбе, я провожу минимум две-три беседы с ними, разъяснительные беседы. Спрашиваю, чтобы их сердца были чисты друг к другу, открыты были, чтобы прошлого ничего не осталось сокрытым, чтобы где-то из-за углов ничего не пришло. Вот эти беседы очень важны. Если их не делают, тогда часто в семьях, получается, после свадьбы что-то вскрывается, что-то выходит наружу, и получаются неприятности, и доходят до разводов. И сам процесс, конечно, сегодня стало модно, что люди, приходящие в церковь, говорят, а мы хотим, чтобы вы нас вот так повенчали, а мы хотим, чтобы вот так повенчали. И я говорю, вы приходите в церковь, у церкви есть порядок, и церковь будет венчать так, как есть порядок. Если вы не согласны, значит, вы можете найти другого. Я объясняю, может быть, вы заметили некоторые моменты, что для меня важно, я говорю, я вас венчаю, поэтому я вам одеваю кольца, поэтому я ваш брак сочетаю, поэтому я у вас спрашиваю, жених, обещаешь ли ты вот эту пред тобой стоящую невесту, пред всеми вот этими свидетелями и пред Богом, взять ее к себе в жены. И тогда Бог является самым главным свидетелем, и мы свидетели, что Он это Богу пообещал, не людям. Это для меня важно, что люди не друг другу обещают, ну вот я тебе обещаю, обещать не тяжело, нужно что-то говорить. А когда я стою пред Богом, тогда это совсем по-другому. Это важный момент для меня в венчании.